Привет всем! Стресс есть физиологический и патологический. Патологический стресс – дистресс, и причиной его являются серьезные соматические и психические потрясения. Патологический стресс или дистресс запускает развитие адаптационного синдрома с разными возможными исходами с учетом интенсивности и продолжительности, вызвавшего его неблагоприятного воздействия не имея значения, например, в виде тяжелой физической или психической травмы и иже с ними. Все это мы хорошо знаем еще со студенческих лет, начиная с определяющей роли, понимания его явления и значения для здоровья и болезни Аганса Салье. Результатом являются серьезные изменения на всех уровнях организма, в проявлениях которых также снижение иммунитета. Чем интенсивнее и дольше дистресс, чем существеннее дотационные изменения, тем снижение иммунитета значительнее, как результат возрастающий риск развития тяжелых инфекций. В недавно опубликованном исследовании, основанном в ГАЗском регистре, были показаны причины и связи между патологическим дистрессом и 34 типами инфекционных болезней до инфекции центральной нервной системы включительно. И таких публикаций в той же ПАБМЭД на сегодня накопилось достаточно много. Важными являются, с моей точки зрения, данные многоцентрового когортного исследования, в том числе на близнецах, в которые были вовлечены ученые из разных стран. Мы использовали шведские данные о том, что риски развития тяжелых инфекционных заболеваний, часто даже значительно отсроченных в отношении имевшего места дистресса, существенно больше в молодом возрасте и уменьшаются лишь с возрастом. Из изложенного следует, что врач всегда должен держать на уме указанную связь, чтобы, встречаясь с пациентом, перенесшим тяжелый дистресс, особенно в более молодом возрасте, в своих решениях предусматривать действия, направленные на как можно более ранний и полный выход из развивающегося адаптационного синдрома, чтобы его последствия, в том числе, что касается инфекционных заболеваний, были максимально минимизированы. В последней публикации акцент верно ставится на психических техниках, а медикаментозное вмешательство рекомендуется рассматривать как возможное дополнение, понимаю на короткий период. Хочу особо отметить, что никто не отменял важности здорового образа жизни, который я бы и рекомендовал сшивать эти психические техники, повышая комплайенс пациента в отношении их использования. Ничто не проходит даром, но смею заметить не только патологический стресс или дистресс, но и мероприятие, направленное на элиминацию его последствий. Кто вооружен, то защищен. За лайки, вопросы, замечания, комментарии, подписку и распространение спасибо. Еда прибудет. С вами здоровья.